Добрый вечер всем, кто оторвался от просмотра «Белого дома» ради этого урока, а также тем, кто будет слушать потом. Мы продолжаем серию уроков, посвященных храму, и сегодняшняя тема вопросы ритуальной чистоты. Во-первых, я, конечно, так, как из темы животоприношения в прошлый раз, не имею ни малейшей надежды исчерпать эту тему. Можно десятки уроков и людей более знающих, чем я, можно найти. А моя задача – попытаться вкратце, в нескольких штрихах описать основные понятия того, чтобы можно было подойти к этой теме, а дальше каждый из нас сможет продолжать изучать ее дальше. В первой половине урока мы обсудим то, как это все происходило во времена, когда храм стоял и действовал. В середине мы прервемся по нашему обычаю. Я предоставлю слово Ане для некоторого философского вступления. И во второй части мы обсудим вопросы ритуальной чистоты в ситуации на сегодняшний день, на храм выгорит. Итак, ритуальная чистота в храме. Вообще, понятие ритуальной чистоты относится в первую очередь к храму. Понятие ритуальной чистоты может касаться того, что это определяет чистота, это то, что человек имеет право войти в храм. Разные есть уровни чистоты, требуемые для того, чтобы зайти в разные части храмового комплекса. Вторая задача определения ритуальной чистоты – это то, что человеку позволено прикасаться и вкушать от жертв, тех жертв, которые можно есть не коину. Значит, если он их ест, он должен быть ритуально чист. И коин для того, чтобы… и у коина есть три аспекта еще дополнительные. Это служение. То есть коин нужно быть ритуально чистым, чтобы иметь право войти в храм. Ему надо быть ритуально чистым для того, чтобы иметь право прикасаться и вкушать жертвы. Три аспекта для коина и два аспекта для не коина, которые касаются ритуальной чистоты. У коина есть еще четвертый аспект, который вообще, говоря, существует и в то время, когда нет храма – это право есть трумот. Те доли урожая, которые отделяет каждый земледелец от своего урожая для коина, для того, чтобы коин мог их есть, он должен быть ритуально чистым. Поэтому в наши дни коины не едят и даже не получают эти трумот. Каждый из нас, кто имеет сад в стране Израиля, выращивает какие-то фрукты, отделяет фрукты, овощи, плоды, отделяет какую-то часть для коина, но не отдает ее коину, потому что она, эта трума с самого начала, с момента, как мы ее отделили, она становится ритуально нечистой, потому что мы ритуально нечисты, а кроме этого сам коин ритуально нечист. Поэтому применения этой трумы нету, поэтому в наше время трума отделяется в самом минимальном количестве, только для того, чтобы служить напоминанием, и дальше все, что остается с ней сделать, это ее уничтожить. Итак, вот задача ритуальной нечистоты. То есть, важно понять, что человек не обязан быть ритуально чистым. Нет ничего греховного или нехорошего в том, чтобы быть ритуально нечистым, чтобы быть тамэ. есть очень тяжелое прегрешение, если человек, будучи ритуально нечист, заходит в храм или прикасается к жертвам, или ест их, или ест труму, и так далее, служит, и по-моему, коин служит. Это есть нарушение, но не есть нарушение быть нечистым. Это важный аспект. За единственным исключением существует заповедь для коина не оскверняться самый высший из нечистот, это нечистотой мертвого тела. То есть, коин должен специально еще, кроме того, что если он осквернится, он не может делать А, Б, 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 Д, как мы только что сказали, но есть еще и специальное повеление коину не оскверняться. Поэтому для коина, только для коина и только для этого специфического вида нечистоты можно есть требование сохраняться чистым. Ритуальная нечистота, в первую очередь, касается человека. То есть, тот, кто может быть ритуально чист или не чист, это человек. Вторично эта идея распространяется на сосуды и на предметы, на килин, а также на пищу. То есть, пища может быть ритуально чистой или ритуально не чистой. Предметы, посуды могут быть ритуально чистой или ритуально не чистыми. И человек, причем человек еврей, может быть ритуально чистый или ритуально не чистый. Соответственно, все, что не являет, не входит в эти понятия, в этот круг понятий. К нему не применимы аспекты ритуальной чистоты и нечистоты. Например, какой-то материал, который не является ни едой, ни предметом, он не может... Примерно нельзя сказать, что он чистый или не чистый. Песок. Гора песка. Бедро краски. Кусок дерева. Эти предметы не являются. Они не являются чистыми, не являются нечистыми, не являются никакими. Потому что чистота и нечистота касаются только названных категорий. Аналогично этому живые животные не могут быть ритуально чистыми или нечистыми. Они никакие. И аналогично этому, опять же, никак не желая сравнить между ничем, чтобы я ни вдруг неправильно не понял, но аналогично этому не еврей, человек не еврей, не может быть ни ритуально чистым, ни ритуально нечистым. Он нейтрален. То есть только эти три группы явлений природы, человек еврейской национальности, еда и орудия, причем не все орудия, этому не будем это вдаваться, не все орудия, могут быть нечистыми, а следственно, могут быть чистыми. У ритуальной нечистоты есть много ступеней. То есть можно сказать так, что есть понятие ритуальной чистоты, есть человек, который совершенно чист, оптимальное некоторое состояние, и от него есть разные способы человеку или предмету стать ритуально нечистым. Эта нечистота, в зависимости от того, чем она вызвана, она имеет разный характер, и по-разному от нее можно избавиться. Мудрецы стараются расклассифицировать для нужд логики нечистоту на более тяжелую или более легкую. Но надо сказать, что классификации, получается, у них плохо. Так же, как мы говорили о том, что все попытки классифицировать жертвы заводят нас в тупик, потому что жертвы делятся по разным параметрам, по разным критериям, и эти критерии не пересекаются, не образуют стройную линеевскую такую систему, которую всем очень хочется создать, аналогично этому и виды ритуальной нечистоты. Как мы не пытаемся их классифицировать, это все равно мы остаемся с тем фактом, что по некоторым параметрам такой-то вид хуже, а по некоторым параметрам такой-то вид хуже. Например, если мы говорим о способах очищения, то есть большой комплекс видов нечистоты, которые очищаются просто охунанием в миквы. Но есть много разных видов нечистоты, которые не очищаются просто охунанием в миквы. Так вот, их нельзя выстроить по какой-то градации четкой, потому что для каждого из них нужны определенные условия. Например, для того, чтобы избавиться от некоторых видов нечистоты, нужно окунуться не в миквы, а в источник. А для того, чтобы избавиться от нечистоты, связанных с мертвым телом, нужен специальный обряд, включающий в воду лежащий пепел от рыжей коровы. А есть еще какие-то, так сказать, особенности. Вот нельзя сказать, что это хуже, это лучше вот так. Как правило, принято считать, что по большинству параметров самый тяжелый вид нечистоты – это не вид нечистоты мертвого тела. Хотя, еще раз говорю, это не не совсем, это не адекватно описывает законы. Вот такое упрощенное обобщение, что вот это самое ужасное, другое, менее ужасное. Это неадекватно описывает законы, связанные с штатой. И не надо остерегаться обобщениях. Желательно предпочтительно учить законы по пунктам, а не пытаться обобщить их и загнать в некоторую простую систему. Какие основные виды нечистоты? Что является нечистотой и как это объединяется, как можно пытаться объединить все виды нечистоты описанием? Это тоже непростая задача, но ее хотя бы можно пытаться выполнить. Основным источником нечистоты является мертвое человеческое тело. И в разной степени, если это целое тело – это одно, если это какие-то отдельные кости или капли крови – это другое. Но в целом смерть является очень важным источником нечистоты. Все, что касается смерти, является источником мечты. Следовательно, храм и смерть несовместимы. В отличие от очень многих религий мира, например, храм никак не соотносится с похоронами. Похороны человека нет никакого обряда, связанного с которым мы знаем, что если даже оставить языческие, взять только монотеистические религии. Мы знаем, что и христиане, и мусульмане в определенных ситуациях приносят покойника в свои места молитвы, считая, что это необходимая часть прощания с походником. Эта ситуация абсолютно невозможна для храма. Ни покойник не заходит в храм, ни заносит в храм, никакой траурной церемонии в храме нет и быть не может. Вторым источником нечистоты является патология, связанная с сексуальной сферой человека. Именно патология пока что мы говорим. А именно какие-то выделения, истечения из органов, связанных с размножением, которые не должны быть, которые ненормальны. Они делают человека ритуально нечистым. И третьей группой являются разные элементы нечистоты, связанные с нормальным, скажем так, репродуктивным циклом человека. Это связанные с процессом, начиная с жмесячной женщины, роды, а также с оговорками, не будем выдавать свой заподробный, с оговорками также и соития между мужчиной и женщиной. Эти три элемента тоже порождают некую ритуальную частоту. Это вызывает некоторый протест внутренний, да? Почему они стоят вместе? Смерть – однозначно явление дурно. Мы все знаем, что смерть – это плохо. И поэтому смерть несовместима с храмом. Патология, связанная с репродуктивной функцией – это тоже плохо, да? Это нехорошо, это неприятно, это чуждо. И мы это тоже понимаем, почему это делаем ритуальной нечистотой. Но вроде бы мы знаем, что еврейская религия очень хорошо относится к, в отличие от некоторых религий других мира, очень положительно относится ко всему, что связано с порождением новой жизни. Во-первых, к сексу как таковому. Секс не является ни в коем и не только не является греховным с точки зрения летней, но и является заповедью. Заповедью же является рождение ребенка. Почему эти процессы порождают ритуальную нечистоту? Попытались дать много ответов на этот вопрос, часть ответов можно искать. Мне кажется, что для очень грубого, первичного подхода к этой теме, не претендующего на исчерпание, на то, чтобы быть исчерпывающим, можно дать из профессора Кноля. Профессор Кноль говорит о том, что все вещи, порождающие ритуальную нечистоту, это вещи, которые отличают принципиально человека от Всевышнего. Всевышний не умирает, Всевышний не рождает, Всевышний не рождается, Всевышний не вступает в брак. Понятно, что изучающие Кабалу в этом месте поставят небольшой вопросительный знак, поэтому я говорю, что эта попытка описания является очень грубой и поверхностной, пытаешься описать, почему вот эти вещи чужие, стоят ритуальную нечистоту. Так или иначе, эти вещи создают ритуальную нечистоту, и человек, который прикоснулся или с которым произошла одна из вещей, а также предмет, которому все это прикоснулось, а также пища, продукт, питание, которым все это произошло, не может войти в храм и участвовать в храме. Это очень общая. Еще одна вещь, которую мы не коснулись, которая особенно далека от храма, и удаляется, сейчас мы это услышим, это проказа, проказа, а точнее цараат. Есть более-менее консенсус комментаторов Торы, стоящий в том, что то, что называется цараат в Торе, не совпадает и не идентична той проказе, которую знаем мы врачи, которые современные, будь то врачи современные или средневековые, знали проказу. Нет, есть проказы болезни, а есть нечто описанное в Торе, которое имеет кое в чем похожее на проказу медицинскую, но это другая вещь, и тогда из этого следует, что проказы, которые существуют сейчас, и она не является источником ритуальной чистоты, и к ней не надо так относиться. Вот есть некоторая загадочная более-менее вещь, которая называется, назовем ее так, проказой Торы, которая тоже является источником ритуальной чистоты, и тоже делает человека непригодным к тому, чтобы пойти в храм. То, что мы сейчас сделаем напоследок, прежде чем прерваться, перейти к второй части, это и выучим, прочтем несколько отрывков из Мишны, из Мишны Келин, которые посвящены 10 уровням святости. То есть, двигаясь, представь себе мысль, у человека, который приехал из Ливана, не знаю, из Сирии, и движется по направлениям святая святых, постепенно, приближаясь к святая святых храмам, проходит 10 уровней святости, и на каждом уровне к нему возникают новые требования. Первым уровнем святости является страна Израиля, но ее святость не связана с темой ритуальной чистоты. Не нужно быть ритуальным чистым для того, чтобы жить в стране Израиля. А вот все следующие уровни, что чего-то от человека требуют. Следующий уровень – это все города, окруженные стеной, в которых не только Иерусалим, но любой город, окруженный стеной в стране Израиля, человек, чтобы находиться в этом городе, должен быть чист от вот этой самой проказы Торы. То есть вот эти самые прокаженные, по-видимому, опять же, не те прокаженные, которые сейчас живут в Телепрозоре, а какие-то загадочные прокаженные Торы, они туда входить не должны. Следующий уровень – это уже город Иерусалим. Город Иерусалим, причем имеется в виду город Иерусалим, окруженный стеной. Причем стеной такой, которая освещена определенным храмом, ритуалом. То есть, далеко не всякая стена. Если мы сейчас построим стену вокруг всего Большого Иерусалима, это не значит, что с точки зрения законов нечистоты, вся эта верность в Терусалим сразу станет Иерусалимом. То есть, вы должны совершить знаменитый обряд. Но, опять же, Иерусалим пока что еще не требует дополнительных. Для того, чтобы войти в Иерусалим, не нужно какой-то специальный уровень чистоты, а только тот же, как и любой другой, окруженный стенами город, там, Хеврон или Яфа. Но Иерусалим важен тем, что его святость состоит в том, что в нем можно вкушать некоторые виды жертв, а также десятины. И эти жертвы, выйдя с храмовой горы, оказавшись в Иерусалиме, не перестают быть пригодными. А вот если они выйдут за пределы стен города, если кусок этого жертвенного мяса покинет стены города и окажется на поляне, то он становится уже негодным и нечистым. Третий уровень – это храмовая гора. Про храмовую гору скажут, что «эн завим, воззавод, не дот в ее дот, нех носит лишам». То есть в храмовую гору запрещено ходить на храмовую гору согласно нишне, женщине в период месячных, женщине после родов, а также мужчине и женщине, страдающим определенными выделениями из репродуктивных органов. Мишна ограничивается этим. В дальнейшем возникает дискуссия и добавляется к этому также Бааль Керри. Он не появляется в Мишне, но в других, в Гемаиле и в последующих комитетах появляется там еще Бааль Керри. То есть мужчина после того, как у него произошло выделение семьи, семьи извержений. Он тоже является историей. Ему тоже нельзя войти на храмовую гору, обращаю внимание, но Мишне этого не пишет и Рамбам этого тоже не пишет, а другие пишут. Поэтому тот факт, по какой причине мы все обкунаемся в Микву и на храмовую гору, это как бы не написано в Мишне. Но это так и остается в скобках, но и к этому еще подробнее коснемся в второй части урока. Следующий умение – это Хейль. Хейль – это был храмовая гора, на храмовой горе обстоял храм, окруженный стеной. Это мы с вами обсуждали вначале. Храмовый двор, окруженный стеной, а вокруг стен храмового двора была некоторая система террас, как бы укреплений, но укреплений больше декоративных, не военного вида укреплений, а своего рода декоративных укреплений, которые мешали человеку ритуально нечистому подойти и прикоснуться к стенам храмового двора. Так вот, это пространство, комплекс террас, в него можно зайти, это не стена, это некое место, в котором можно быть. Там нельзя быть уже не евреем. То есть, туда уже нельзя зайти, будучи нечистым мертвым от мертвого тела и будучи человеком, который не еврей. Теперь, возникает большой вопрос, очевидно, что это добавление мудрецов. Тора никак не описывает хейлов, то ли нет никого хейля, то ли нет ничего похожего на хейл, Тора, описывая Копчег, Заветра, Мишкан, никак не пользует эти понятия, никакой аналогии нету, поэтому это добавление мудрецов, причем мудрецов именно второго храма, что в первом храме тоже никак не понимает хейля, это чисто второе храмное явление. Возникает вопрос, действует ли это сейчас, когда нет храма, вопрос, который мы оставим на втором храме. Следующий уровень – израт на Шим, женский двор. И женский двор тоже не был, не существовал, не только ни в Мишкане, ни в значительной части периода первого храма. Только в конце периода первого храма он был построен, и законы, связанные с женским двором, возникают только в период второго храма. Так вот, в израт на Шим нельзя входить твульем. Что такое твульем? Это человек, который был чист некоторым, не чист некоторым видом нечистоты, окунулся вечером в Микву, прошу прощения, не вечером, окунулся в Микву, одень, но еще не зашел, он окунулся, вышел из Миквы, сразу идет. Так вот, человек такой не может зайти по запрету мудрецов. Опять же, это запрет мудрецов, потому что в Торе нет ни в Микву израт на Шим. Но мудрецы – это обычно гемара утверждает, что это установление первого храма, конца первого храма, периода царя Иосифата. Так вот, согласно этому установлению, человек, окунувшись в Миквы, очищившись от нечистоты, но он не может сразу зайти в израт на Шим. Он должен сначала дождаться, чтобы село солнце, наступил новый день, и в новый день он уже сможет зайти в израт на Шим. Полнота очищения требует не только укунания в Микву, но еще, чтобы прошло некоторое время. Это верно в отношении не всех видов нечистоты, не будем сейчас в этом давать. И это тоже требование мугрецов, и тоже не очевидно, что он действует сегодня. И следующее – это израт Куаним уже, в которое можно входить только с определенной целью, и дальше продолжает это Мишна, все глубже и глубже, святая и святых, можно входить уже только с определенной целью, но конкретно уже не чистота, глубже не описывается. То есть благодаря установлению мудрецов человек, который имеет право войти в израт на Шим, уже может идти дальше, до самого конца, если ему это нужно. А по букве Торы было бы, азара была бы выделена тем, что нельзя входить, будучи нечистым, от мертвого тела. То есть человек, прикоснувшись к мертвому телу, честное участие за похоронах, не может по букве Торе войти в храм и двор. А благодаря установлению мудрецов, он не может даже уже приблизиться к храму и двору, потому что он не может идти ни в Хэй, ни в израт на Шим. Вот основные очень-очень грубые описания принципов ритуальной чистоты, требуемых для того, чтобы находиться в храме. Когда храм существует, этого описания абсолютно недостаточно. Нужно знать еще множество мелких подробностей разных. Возникает масса вопросов, связанных, например, с тем, что некоторые виды нечистоты, которые мы знаем, что они очень тяжелые. Здесь вообще не упомяну. Что с ними делать? Ну, например, такой тяжелый вид нечистоты, который мы знаем, с точки зрения Мишни, что это очень делает человека нечистым, это мужчина, который имел отношение с женщиной в момент неды. То есть, не только сама неда, но мужчина, который был имел это отношение, становится нечистым. Мы знаем, что это очень тяжелый вид нечистоты. Там очень много всяких вещей из этого следует. Однако здесь он не упомянут. И что теперь с ним делать? Можно ему идти, не я идти. В момент, когда существует храм, возникают вопросы. Поэтому не надо считать это практическими указаниями к тому, чтобы мы могли завтра идти в храм с ответственными инструкциями. Это только некоторая общая картина, которая позволит нам понять и дальше участвовать в вопросах. Однако же, картина того, как это касается в нашей дне, она попроще. Мы ее сейчас обсудим. После того, как пройдемся, Аня, давай, мы сейчас Аня расскажет свою небольшую тему, и после этого мы вернемся к этой главной теме. Добрый вечер. Я, во-первых, хотела сделать, я слышала, что сейчас рассказывал Мир, хотела сделать небольшое уточнение. Мне кажется, по поводу того, почему женщине, когда она находится, когда у нее, значит, нечистые дни, ей нельзя было заходить в храм, на территорию храма, мне кажется, что как раз, когда у женщины месячные, это тот период, когда она не может рожать, правильно? То есть не может зачать. То есть в ней есть, так сказать, вот эта смерть. И мне кажется, в этом объяснение. Но это небольшое отступление. Это я просто, значит, где-то такое читала. А я хотела сегодня рассказать, немножко поделиться с вами о поводу понятий чистоты, нечистоты с точки зрения языка иврит. Как эти слова, значит, мы находим в наших священных текстах. Поэтому сейчас, если будет возможность поднять эту страницу, которую я для вас приготовила. Сейчас мне мой муж поможет это сделать. Снимать кусочек? Да. Снимечко. Да, все видно, отлично. Ага, отлично. Значит, это у меня возникло вдруг вопрос в этом году, когда молитва во время Йон-Кипура. Я читала, соответственно, эту тфилу. И вот известный, наверное, многие его знаете, этот, значит, мазор, который используют, который был, значит, написан, проведен под редакцией Финфиса Полонского. Очень хороший мазор. Вдруг, значит, я читаю и читаю следующий текст из книги Ваикра, о том, как проходила служба в храме в Йон-Кипур, самая главная служба, и что там делал первосвященник. И вдруг, значит, я впервые обратила внимание на эти слова. И я тут же смотрю русский перевод, и там написано, он, значит, что выйдет к жертвеннику. Здесь я уже сделала перевод очистит, а там очень часто встречается слово искупит. Я подумала, что значит искупить жертвенник? Можно ли разница искупить жертвенник? И после этого это же слово лехатер, это же слово искупляется и жертвенник, и кодеша кодешим, и оль-моэд, то есть и святая святых, и сам шатер собрания. И используется, опять же, все вот это слово лехатер, то самое слово, которое очень много раз используется в этой же главе, когда говорится об искуплении леха, то есть то, как мы привыкли к этому значению этого слова. Ну, русский перевод слова искупления, да, мы слышим это купить, да, там сразу возникают какие-то ассоциации, там, не знаю, индульгенции и так далее, чуждые нам, но, опять-таки, все равно непонятно, как это слово сочетается с тем, чтобы искупить жертвенник, искупить святая святых. и действительно, значит, если внимательно посмотреть значение этого слова, то мы видим, что, собственно, значение его это очистить, очистить. И, например, в книге Ехаскелева, здесь вот, когда он говорит про строительство третьего храма, что когда храм будет построен, и вот когда будет построен жертвенник и так далее, и что надо с этим жертвенником делать, то он берет через запятую эти слова лекапер, велетагер, то есть мы понимаем, что слово лекапер это по отношению к вещи, к предмету, это именно очистить. И еще интересно в этой связи можно посмотреть на слово, на корень, слово с корнем хет, хет, тет, альф. Мы все знаем, что это значит, что такое хет? Это грех. И это слово, опять-таки, очень часто, много раз используется в книге Маикрая, Бонидвар, когда мы говорим о службе в Йом-Кипур, и говорится именно о грехе. Но удивительным образом этот же корень, хет, тет, альф, он означает очищать. мы знаем, что очень часто выврить, я думаю, что вообще в семитских языках корни имеют, один и тот же корень имеет, собственно говоря, противоположное значение. И здесь, вот, например, как пример из книги Бомидба, книги чисел, как раз говорится о том, как человек может очистить себя от от нечистоты мертвого тела, если он коснулся мертвого, как он себя очищает, можно очистить себя с помощью пепла красной коровы, долгий процесс. И используется слово гуитхата, в смысле вот этой водой он очистится, используется вот это вот слово корень хет, которое является в значении очистить. и дальше продолжается в им ло итхата, ло итхан, да, тот, если он себя не очистит, тот не будет чист. Вот, мы сразу видим это, это значение. Для меня это было просто важно, то есть мы видим, как в самом языке вот это понятие чистоты, нечистоты, насколько они, так я это понимаю, базовое для, для нас, и в том числе это проявляется и в службе в Йом-Кипур, и в тех текстах, которые мы читаем и видим это на примере нашего языка еврей. может быть, надо еще не расслышать, что Аня подчеркнула или нет в этом контексте, что действительно ключевая функция дня Йом-Кипур это именно преодоление ритуальной нечистоты, то есть вся ритуальная нечистота, накопившаяся в храме за прошедший год должна быть очищена, вот как Аня сказал Викопер, да, мы это говорим искуплена, но на самом деле очищен храм, жертвенник очищаются от этой нечистоты, даже в том случае, если они никто не знает, даже, возможно, ситуация, что есть ритуальная нечистота, которую никто не знает, да, вошел человек, пришел, не знаю, с похороной или принес вообще в кармане кость мертвого дедушки, покойного дедушки и занес ее в храм, мы это не можем знать, да, и вроде бы все нечисто, и вот эта неизвестная ритуальная частота преодолевается в первую очередь днем Йом-Кипура, поэтому важная функция Йом-Кипура именно предповедения итогов года именно в этом плане, оставшийся кусок вечера мы должны посвятить тому, какие из всех перечисленных законов и в каком виде действуют на храмовой горе в наши дни. Начнем с принципиального спора о том, а почему они, собственно говоря, действуют. Совершенно не очевидно, например, есть шило. Шило стоял мешкан, и все эти законы действовали шило, пока он стоял, а сейчас мешкан там не стоит. Пелестимляне разрушили его в каком-то там 1100 году дохристианской эры, и все. И теперь мы все можем ходить, любой из нас наступает на место, где стоял копчег завета, шило, и не считает, не видит в этом ничего дурного. Поэтому, почему мы считаем, что нельзя заходить, почему мы считаем, что законы нечистоты действуют на территории того места, где стоял первый второй храм и окружающий комплекс. И это действительно не очевидно. Эта тема была темой больших споров между мудрецами на протяжении всей первой половины Средневековья. Более-менее подгодвел ему итог рамбам на основании споров ввечихся в гемаре, шедших к выводу однозначному, который все считают обязывающим, что святость храма, Иерусалимского храма, в отличие от святости его предшественников Мишкана, Мишкана в Шило и так далее и других всяких мест, где наблюдались эти законы, это святость навечно. Надо в скобках заметить, что у рамбама есть, был такой товарищ, который как бы с ним, его комментатор и критик поэме Райвет. Райвет комментировал книги рамбама и в основном приводя к ним возражения. И книги рамбама обычно обликуются с этим критическим замечанием рамбама. Райвет не принял этого решения рамбама. Райвет утверждает, что святость храма прекратила существовать в момент его разрушения и эти законы не действуют. Правда, он считает, что эти законы не действуют по слову Торы, а обязывают нас по решению мудрецов. то есть что эта святость не присутствует, там вообще говоря, мы не нарушаем законы Торы, если мы туда войдем, куда нельзя, но в память о том, что был храм за установлением мудрецов, это все равно действует. Из-за этого нет практического вывода, фактически большой разницы между рамбам и рамбам, но есть некоторый фундаментарь. Тот вопрос, который рамбам не разрешил, который остается открытым, это вопрос о том, все ли законы, связанные с храмовой нечистотой, с ритуальной нечистотой в храме продолжают действовать и на разваленных храмах. Возможно, два ответа. Либо сказать, что вообще все действуют, все, что мы сейчас считали в Мишне, все вот как было, так и сейчас работает. А можно сказать, только то, что установила Тора продолжает быть, а все то, что накрутили, грубо говоря, мудрецы, не только мудрецы, мудрецы, пророки, священники эпохи восстановления, строительства второго храма, это большой интересный вопрос, кто и какие из этих законов установил. Мы называем все одним общим словом установление мудрецов, хотя часть из этих установлений старше, мудрецы и относятся еще к эпохи пророчества. Но вот все вот эти добавленные людьми установления, которые касаются предметов, частей, добавленных людьми, как мы говорили, Хейль, которого нет вообще в Торе, Израат Нашим, который вообще нет в Торе, откуда мы знаем, что вот эти наши человеческие добавления, ну не наши, но в смысле человеческие, они продолжают действовать. Это не очевидно и этот спор не разрешен. Поэтому мы не знаем, как бы нет единого мнения среди Торе, действуют ли эти законы сейчас в отношении Хейль и в отношении Израат Нашим. Поэтому ситуация такая. Есть территория храма и храмового двора. Азара, включая Израат Куаним, Израат Исраэль, все части и храм, вот все вот это вместе запрещено для посещения всеми видами нечистоты. То есть человек должен быть совершенно ритуально чист для того, чтобы зайти на территорию храма и двора самого. Дальше есть территория, про которую спорная. Территория Хейль, территория Израат Нашим, относительно которых мы сейчас вот видели, что введены определенные предприятия, то нельзя входить человеку, который твульон, который только окунулся, но не прошел еще день, нельзя входить туда момент по установлению мудрецов. И тут еще появляется нееврей. Этого мы нееврея сейчас вынесем за скобки. Почему вынесем за скобки? Потому что мы эту тему еще отдельно обсудим. Тот факт, что еврея туда входить нельзя, совершенно не очевидно, что он связан с темой ритуальной нечистоты. Потому что, как мы сказали, по букве Торы вообще никакой ритуальной нечистоты для нееврея невозможны. Виталий не может быть виталий нечистый, нечистый, никак. Ну или, грубо говоря, он чистый по определению, поскольку он не может быть нечистым. Есть установление мудрецов, которые требуют относиться к нееврею, как будто он ритуально нечистым. Зачем и почему это введено, это отдельная история, но совершенно не очевидно, что это касается храма, поскольку очень многие запреты мудрецов введены, но они не были введены храмом. Вообще запреты мудрецов не действуют с очевидностью на территории храма. Это специальный кажется вопрос, действуют или не действуют. Поэтому мы не знаем, поэтому мы не знаем на самом деле то, что там сказано, что евреям нельзя входить в хейн, является ли это как-то связанным с вопросом ритуальной нечистоты, или это отдельное решение, так же как отдельное никак не связанное решение, что еврею, который не коин, нельзя входить внутрь здания храма. Внутрь здания храма никому из евреев нельзя входить независимо от ритуального нечистоты, это не делает нас, не коинов, более ритуально нечистыми, чем коинами. В этом смысле мы равноценны. Просто нельзя. Поэтому вопрос с невреем остается открытым, и мы ему еще посвятим отдельный урок, точнее, кусок урока в дальнейшем. Поэтому вот эта тема израт на Шим и Хэля остается спорной. В нынешней нашей ситуации, как мы живем сегодня, мы можем очиститься почти от всех видов ритуальных чистоты, кроме трех. Кроме чистоты от мертвого тела, для этого нужно две колорежи коровы. Есть проблема с проказой, но принято считать, что ее нету. Большинство мудрецов постановили, что в наше время той проказы, которая была в Торе, нету и не существует, и поэтому мы эту тему закрываем. Стерли, ее нету. Есть еще вопрос зав. Мужчина, имеющий определенные выделения тела в области половых органов, что-то, по-видимому, по одному из мнений, это то, что что-то как-то напоминает гонорею болезни. Но, по-видимому, это не то же самое. Подход мудрецов последних поколений, что это не идентично, что это как-то напоминает, но не идентично, и это не то же самое. Так вот, для того, чтобы очиститься от этого вида нечистоты, нужно оплынуться в источник. А все остальные виды нечистоты можно очищать с помощью миквы. Ну, женщине после мечников, вы знаете, наверное, нужно, чтобы прошло определенное количество дней, или после родов, должны пойти и дни, и после чего он, и там, решаются еще какие-то определенные проверки, после чего он должен идти в миквы. А все остальные виды нечистоты, человек просто идет в миквы. И очищается. Поэтому Аллаха на данный момент звучит так. На территорию храмовой горы, кроме площади, которую занимал сам храм, храмовый двор, Хей и Израт-Нашим, может входить любой человек на следующих условиях. Алиф. Любой нееврей, в любое место, куда угодно, потому что он по определению чист, любой еврей-мужчина должен окунуться в микву, потому что есть вот та тема, о которой мы упомянули, что она не написана в Мишне, написана в других местах в Мимаре, в Баэце-Баэль-Керре, то есть мужчина после семейных отношений или другого какого-то процесса, в котором выделяется семя, должен окунуться в микву и может идти прямо на храмовый двор, не требуется никаких специальностей. И женщина, которая чиста, той чистотой, которая требуется, очистилась от месячных или от родов в соответствии с тем, как делать замужней и женщине, и кроме того, должна окунуться в микву, если она жила семейной жизнью с мужем, если она совершала сексуальные отношения, вступала, то она тоже должна окунуться в микву, так же, как мужчина, и все идет, никаких ждать, ничего не надо, окунулся в микву и можешь идти на храмовый двор. Вот какая лоха на данный момент принята всеми авторитетами, которые этим вопросом занимаются. Дальше есть спор относительно Хейли и относительно Израт на Шим. То есть, мы не знаем, Израт на Шим можно входить вот так вот сразу после микву или должно пройти еще целый день. В наши дни маршрут, к которому идут люди, восходящие на храмовую гору, не проходят по Израт на Шим. То есть, мы, и вот наши книги, карта, которую мы нарисовали в соответствии с указаниями родинов, она просто всю территорию, на которой был Израт на Шим, женский фор, мы ее тоже отнесли к тому, что мы туда не ходим, и все. И раньше было не так. Был период в 90-е годы, когда маршрут, который требовала полиция, чтобы по нему шли евреи, полиция не разрешала евреям идти как угодно, мы говорили, вот идти надо вот так вот таким природным маршрутом. Этот маршрут с неизбеженцем наступал на территорию Израт на Шим. И вот тогда был очень актуальный спор, который так и не разрешен, может ли двульем идти в Израт на Шим, иначе говоря, нужно ли окунуться в Микву за сутки до того, что ты пришел, пошел на храм в город. Был такой серьезный спор, большинство авторитетов тогда считали, что нет, не нужно, что закон не действует с момента, когда Израт на Шим разрушен, этот закон перестал действовать, но были авторитеты, которые считали, что да, действует, и были люди, которые старались окунуться за сутки дополнительные. в сутки, а потом еще раз в день восхождение. То есть, на данный момент этот вопрос остался открытым, мы от него просто избегаем при помощи того маршрута, который мы приложили. Так сейчас принято ходить по этому маршруту. Что это касается Хейля, то это тоже вопрос, потому что территория храмового двора, мы точно знаем ее размер. Мишки, Медот, с точностью до локтя указаны размеры храмового двора. Поскольку мы знаем почти точно, вопрос в плане плюс-минус несколько метров, мы знаем очень почти точно, где находилась святая святых, мы легко можем отсчитать, в какую сторону максимально можно быть храмового двора, туда-сюда, и вообще-то мы могли выходить по 90% храмовой горы, только там даже больше, 90%. Только небольшая территория была бы запрещена. Но вокруг храмовой горы был Хейль, вокруг храмовой двора был Хейль, и мы не знаем точного размера. Размеры Хейля не описаны точно внешним и довольно невнятно описаны у Иосифа Флавия, и мы не знаем точного размера Хейля. Поэтому указания, которые логически даются на данный момент тем, кто хочет подняться на храму и ничего не нарушить, они исходят из того, что Хейль был какой-то из некоторого разумного размера Хейля. Есть люди, которые говорят, а давайте мы максимально возможный Хейль придумаем самое большое, какой может быть Хейль, и вот туда ходить не будем. Это позиция Рамзамана Корна и от нескольких людей, которые по его в соответствии с его логическим решением, поэтому вы, когда зайдете на храмовую гору в соответствии с группой, вместе с группой евреев кто-то ходит, вы обнаружите, что есть несколько, один-два человек в переставку, 30-40, которые с северной стороны храмовой горы вдруг останавливаются и не идут вместе со всеми, а вот там ждут отступать примерно 10 метров не дойдя. Это вот результат этой идеи, что давайте не будем наступать на Хейль. Мне она не очень понятна, потому что мы знаем основной логический принцип, который действует практически всегда и во всем, стоящий в том, что сфет, сфет, торы, ле-хум, сфет, сфет, ле-дер-бана, ле-кура. То есть, если у нас есть малейшее подозрение, что мы можем нарушить закон торы, то есть, наступить на территорию храма, мы должны этого сомнения избегать, и мы не пойдем туда, где есть хоть какое-то подозрение, что мы можем нарушить закон торы. В отношении же законов и сновых мудрецов, то в случае сомнений нам позволено идти по легкому пути. Если мы думаем, что мы то ли нарушаем, то ли нарушаем, общий принцип аллахии, что можно это делать. Поэтому по общепринятым принципам аллахии, это бы странно, почему это нет, это восходит, по-видимому, к идеям, связанным с к мудрецу Шнелу Хоттабрит, его книга, когда он приехал в Иерусалим, и некоторые аллахические вопросы, которые мы задавали, он их решал, и все время все, что касается связанных с храмом, он решал в направлении лихумра. Он говорил, потому что мы приехали в страну Израиля не для того, чтобы подвергать себя сомнению, а давайте сделаем все по высшему уровню. Сейчас началась эпоха, где эта вещь шла где-то в позднем 17-18 веке, он уже дело идет в Геуле, мы не должны идти на компромиссы, мы не должны делать вещи, которые то ли можно, то ли нет, и вот так мы будем все делать идеальным образом. Вот, видимо, оттуда или из каких-то похожих рассуждений происходят тот аллогический подход, который требует еще добавить эти несколько метров по килиметру и на них не наступать. Еще раз говорю, это точка зрения не общепритетная. основные авторитеты лохи, которые из тех, кто решает на храм в горе куда можно идти, куда нельзя идти, такие как Рав Исраэль Ариэль, глава Махона Мигдаша, Рав Эльбоем, Рав Домбеор, все Рашей и Шивот, которые поднимаются со своими и Шивами на храм в горе, они все исходят и практически все исходят из более мягкого принципа и готовы наступить на то место, которое теоретически мог бы оказаться Хелли. Итак, у нас есть запрет полный входить на территорию храма, у нас есть легко выполнимые требования в отношении основной территории храмовой горы, и есть некоторая серая зона, которая относится к Хей и Гитрат Нашим, про которые здесь спорят. Еще парочка соображений аллахического характера, которые могут возникнуть при восхождении на храм в угол. Вопрос зав. Мы говорили о том, что есть такой особый вид нечистоты, который связан с выделением мужчины, который требует окунуться в источник непременно. А как человек начинает думать, а вдруг я вот это, мне может окунаться в источник, а источник вещь не такая легкая, да, випку-то легко найти на каждом углу, вот поделку нить в источник. Это уже требует некоторых усилий. Аллаха по этому поводу утверждает следующее, человек не должен подозревать в себе, то есть хазакает в том, что человек чист в отношении этого вида нечистоты. Только если человек про себя достоверно знает, что у него были какие-то странные выделения из репродуктивных органов, тогда возникает вопрос окунания в источник, он должен обратиться к мудрецам, к раввинам, раввин ему расскажет, как эту проблему решать, при помощи девяти источника искать, и как эту проблему с собой делать. Но по умолчанию человек не должен за собой такого подозревать, не должен об этом эту терапию спорту. Еще один аллогический вопрос касается детей, да, должен ли маленький ребенок окунуться в некую, если да, то с какого возраста. Общепринятая лоха состоит в том, что мальчик до 9 лет считается, что у него нету этой проблемы, и если нет специальных причин по этому поводу, мальчик до 9 лет в миг будет не должен. После 9 лет мальчика всех берем в миг, мальчик обычно еще любит ходить в миг, это прекрасное развлечение, и никаких проблем с этим не возникает. Если кто-то хочет взять в миг и более младшего ребенка, мальчика ничего в этом дурного не будет, но в принципе это не требуется. В отношении девочек все понятно и просто, да? Девочки до тех пор, до возраста, который начинается месячный, ни в какой миг не нужно спокойно идти на храм и вот тут начинается одна из больных тем. А что делать с девушками? То есть, девочка уже, у нее все началось, она созрела, а замуж она не вышла, и в этой ситуации, если он придет в миг, к ней несутся очень осторожно. Почему? Потому что есть в принципе средневековое правило, оно позднее, это не аллах, оно средневековое правило, запрет незамужним девушкам ходить в миг. Принцип тот, кто вводил это правило, имел в виду, что если мы девушкам незамужним не дадим миг, то они будут остерегаться и не будут вступать в неположенные связи. Более-менее очевидно, что это не имеет отношения к теме храмовой горы. Всякий человек с дуалом имеет трезвый понимает, что во времена храма девушки любого возраста ходили в храм, девочки, которые ходили в микву, потому что если бы они не ходили в микву, я уж не говорю о том, что они могли бы есть, если бы, скажем, они не могли бы есть вместе со всей семьей пасхальную жертву, участвовать в пасхальном цедре, я больше скажу. Мудрецы, все наши мудрецы старались жить в ситуации ритуальной чистоты всегда. Не только во времена, даже когда уже храм был разрушен, еще на протяжении 200-300 лет большинство мудрецов продолжали жить в режиме ритуальной чистоты. Это был принцип хабрин. Если бы их девушки не ходили в микву, то они не могли бы сходить на кухню, не могли бы готовить пищу, не могли бы садиться за стол. Ситуация абсолютно невозможная. Ясно, что девушки незамужние ходили в микву по протяжении всех этих веков. Поэтому, по мнению очень многих мудрецов, рабинов нашего времени, Аллаха, запрещающие незамуженным девушкам ходить в микву, не относятся к ситуации, когда они хотят зайти на храм в гору. И если в каких-то миквах ответственные за миквы у нее препятствуют этому, то это не логическое, а чисто социальное явление. И как к нему надо относиться, то есть к ним надо либо ругаться, либо их можно как-то ввести в заблуждение, либо есть миква от те, если меня слушают незамужние девушки, если они хотят совершенно окунуться в микву и поднять то, чтобы поняться на храм в гору, то пусть напишут моей жене, она вам все расскажет, как эта проблема решит. Так что это скорее социальная проблема, чем проблема чисто логическая. Вот основные принципы ритуальной чистоты в отношении сегодняшнего. Может быть еще две минуты, еще одну маленькую, еще три минуты попрещу к вопросу, который религиозные женщины хорошо знают, а религиозные мужчины и все нерелигиозные люди знают хуже. А именно как происходит окунание в микву. Все религиозные женщины прекрасно знают, им рассказывать не нужно. А вот мужикам и людям менее соблюдающим нужно рассказать. Окунание в микву во-первых требует определенной подготовки. Человек в будущем в микву должен быть сначала чистым. Мы можем помыться, снять всю себя грязь. И не должно быть ничего, что препятствует контакту воды и его тела. Надо снять кольца, надо снять любые украшения, которые могут быть на теле и так далее. Надо тщательно расчесать волосы. Все волосы, чтобы не было колтуны, они как являются препятствием. Волосы должны быть расчесаны как на голове, так и на теле. Ногти должны быть подстрижены и чисты. Человек должен быть чистым и ничего постороннего теледеву. Быть не должно. После того, как он совершил всю подготовку, он идет в микву. Обращаю внимание на то, что всякая миква женская в стране Израиля годится для того, чтобы подняться на храму в гору. Не всякая мужская миква пригодна для окунания, для того, чтобы идти на храму в гору, потому что есть так называемые хасидские миквы. Сбыватый целый день. Что случилось? Если кто-то задает вопрос, я не слышу его. Сбыватый. Сбыватый. Не знаю. Целый день. Понятно? А что такое слово? Я не расслышал вопрос. Давайте давайте я не услышал вопроса. Знаешь, мне кажется, что это посторонний, это был не вопрос. А, хорошо. В любом случае, я уже заканчиваю. Поэтому человек, который идет в микву мужскую, должен узнать, что эта миква построена с законами Торы, а не просто бассейн с водой, которым некоторые хасиды в некоторой ситуации ходят. Поэтому имеет смысл спросить, куда вы идете. Кроме этого, миквы может служить море или озеро, но не река. У нас в Израиле не так много рек, и не искусственно построенный бассейн. Плавательный бассейн не является миквой, а вот озеро или какое-то водохранилище, куда сыграет строзевая вода, является. Придя в микву, после того, как вы сняли все препятствующее очистили и очистили, спринято души, чистенькие и приятненькие, вы должны зайти в воду и окунуться таким образом, чтобы на мгновение вода окружала вас со всех сторон. То есть окунание является момент, когда вы не стоите ногами на полу, ноги у вас плавают, и вода вас окружает и сверху, и снизу, и с боков, со всех сторон. Причем желательно обратить внимание, чтобы не сжимать никакой вот, не надо сжимать кулаков и другие части тела, чтобы вода могла спокойно охватить все тело. И моментом очищения является выныривание из них, что тоже важно знать. Это важно больше не для лохи, а для понимания. В момент, когда человек становится ритуально чист, это не в тот момент, когда он нырнул, а в тот момент, когда он вынырнул. Вот это и есть ритуальное очищение. Человек вышел из них, и все, он чист, готов, и может топать на храму, бору. Вот такие логические соображения основные. Если есть вопросы, всегда рад на них отвечать. Спасибо. Спасибо, Рапмин. То есть, время есть для вопросов, да? Да, Я прошу прощения, может, я прослушал немножко. Еще раз, скажи определение такое хель. Хель это пространство в виде террас, окружавшее стены храмовой горы. А вот дальше интересует, то ли со всех сторон, то ли не со всех сторон. Это были подпорные стены. Это была система террас. Вот так. Понимаете, это довольно... Давай хорошо. Отвечу на вопрос более длинно. Слово хель нам известно только в одном месте используется сатанахи в книге Эйха и переводится на арамейский язык древним переводчикам как «сын стены». Есть стена, есть сын стены. То есть, некоторые вот что-то дополни... вокруг стены похожее на стену. То, что мы знаем о Хеле, мы знаем в нем следующее. Мы знаем, что у него есть ширина, у него есть высота, и это пространство, на котором можно находиться. Если думаешь, что это не может быть просто стена, да, потому что это какое-то место, где можно быть. Поэтому объяснение, единственное разумное объяснение, которое пришли большинство комментаторов, в том, что речь идет о террасе или о нескольких этажах террас, да, которые окружают стен с боков. То есть, представили себе стену, она высокая, вы стоите внизу и к вам, так вот, ступенями спускается такими террасами этот спуск. И вот это пространство промежуточное, называется, хейль. Снаружи, там, где кончались эти террасы, стояли таблички с террическими лосиновскими наплками, что дальше неевреям вход запрещен. то есть, скажи, пожалуйста, то есть, это было не связано с перестройкой Ирода, это было и в первом храме, да, и во втором храме были, да? Скажем так, ответ такой, во втором храме это, безусловно, было до перестройки Ирода, про первый храм это нигде не упоминается, поэтому мы не знаем, было оно или нет, может было, может нет, но ничего по этому поводу сказать, про первый храм мы ничего не знаем, во втором храме это было, это не связано с перестройкой Ирода, это некий архитектурный элемент, который существовал во втором храме. Я подозреваю, у меня есть основания, я понял, спасибо, еще вопрос, скажи, пожалуйста, вот у пророка Хескеэля, да, четко же написано, что Шхена взяла, и удалилась, и все не стало Шхены, понятие удаления Шхены и понятие святости храма это не одно и то же, кто-то разбирал этот вопрос? Нет, это не одно и то же, это не одно и то же, потому что во втором храме, например, есть утверждение, можно так понять, что Шхены в конце периода второго храма уже не было, а святость, безусловно, была. То есть в самом конце, когда уже там полное безобразие творилось, уже Шхена в некотором смысле уже не присутствует. Ну, во-первых, начну с того, что Шхена это понятие мистическое, а святость понятие аллогическое, и это не совсем, их трудно, их не надо переводить одно в другое жестко, но в любом случае это очевидно, что это не то же самое. То есть даже может такая быть ситуация, когда святость смесь, то есть требования к нам, мы должны продолжать себя вести в храме по соответствии с требованиями, что это святое место, хотя Шхена там и не присутствует. И это, например, в тот момент, когда пророк видел, что Шхена уходит из храма, он не сказал, а теперь вы можете туда лезть, не знаю, в любом виде, да, раз Шхена ушла, делайте, что хотите. Нет, никто пророк этого не говорил и явно не имел в виду. Так что, нет, это не то же самое. Да, я понимаю. Еще просто предположение, которое благодаря твоей книжке у меня возникло, что когда халиф Амар построил само здание скалы, да, храм скалы, да, вот, то он, как я понял, позвал евреев, и они делали там возлияние, жертвенник был, возможно, там было уже освящение, и в принципе этот храм, который сейчас стоит, храм скалы, он уже может быть уже освященный. Так никто не рассуждал, что уже произошло освящение, что в принципе мы можем уже сейчас пользоваться этим, как храмом. ответ такой. Во-первых, освящение храма, храм не требует специального акта освящения, освящение требуется для жертвенника и для предметов. Храм достаточно построить, и он может начинать выполнять свою функцию. Может ли это здание считаться временным храмом? Есть, насколько мне известно, один человек, который считает, что может. это Гидон Харлап из потомков раввинов Харлапки. Громадная такая замечательная раввинская семья Харлапов, а самый младший из них, он не раввин, он архитектор. Но, естественно, человек с большим образованием области Торы, он написал книгу, доказывающую, что есть такая вещь временный храм, и что это здание можно считать временным храмом и можно к нему относиться как к храму. Я ее всю не прочел, прочел большую часть, но всю не прочел. У меня, я не знаю, не могу, у меня нет окончательного мнения по этому поводу, и поэтому меня никто не спрашивает, но мне бы еще и не территория самого храма. Почему мы переносим территорию храма на понятие храмовой горы? Храм это храм, а храмовая гора это храмовая гора? При первом храме это было одно, потом второе. Почему мы переносим святость храма на всю храмовую гору? И что такое вообще храмовая гора? Мы не переносим. Мы говорим, что храмовая гора это наружный храмовый двор. Есть внутренний двор, а есть наружный двор. Он написан в Тороке Хискера, что есть внутренний двор, а есть наружный двор. То есть это некий двор вокруг храма, который тоже имеет статус двора. И он имеет значительно ниже статус, поэтому мы на храмовую гору ходим сейчас, а на территорию храма мы не ходим. И это правильно и хорошо. Храмовая гора не идентична храму, но у нее тоже есть некий статус наружного храмового двора. И вот так к нему и надо относиться. И считается это именно храмовая гора в период когда Гордуса, да? Нет, считается храмовая гора времен до Гордуса, а территория добавленная Гордусом вообще говоря никаким статусом не обладает. Все, вот это теоретически можно было бы туда ходить кому попало. Была даже такая идея у Рава Доба Леора, он хотел, чтобы женщины входили отдельно с севера на храмовую гору через другие ворота и не надо было бы никак ткнуться вмиг, а просто можно было спокойно ходить неважно месячные или месячные вот на то пространство, которое пристроено Иродом. Кроме того, что это невозможно на данной ситуации сейчас по этим соображениям. Ну, короче, эта идея никогда не имела практического смысла, но, в принципе, такая идея была. Но вы старались, я только сразу скажу, я стараюсь это не подчеркивать, потому что люди начнут замерять, а вот досюда храм выгораем, досюда не храм выгораем, точно границы неизвестности, там нету, и это путь к ошибкам и к тому, что люди перестанут создать правила правильно, поэтому лучше относиться ко всей храмовой горе как будто бы она вся одинаково святая, хотя мы это знаем, что это не так. Да, да, я понял. И последний вопрос по ритуальной частоте. Скажи, пожалуйста, известно ли вообще, были ли различия понятия ритуальной частоты в храме между прушин и издуки? Известно ли, были ли вообще известно тебе что-то об этом? Или нет? Очевидно, что есть вещи, как бы дздуки не признавали устной торы. Есть большие очень аспекты ритуальной частоты, которые происходят в устной торе и в письме не написаны. Ясно, что они этого всего не признавали. И это упоминается. Это не было главным между ними различием, но да, они не признавали всего того, что от другой стороны прушин были более либеральных к простонародию. Подход прушин был, так называемый, чтобы хагим коле страль хаверим. Подход прушин был, что фарисейский подход, что праздник мы исходим из того, что всякий нормальный еврей ритуально чист. И мы его всюду пускаем, как будто ритуальный чист, не переспрашивая его, и не проверяя, что он за человек, и не устраиваем ему экзамен. Но мы понимаем, что среди них случайно может затесаться кто-то не то. Поэтому прушин говорили, что после праздника надо окунуть в мифу все предметы храма и утвари. Потому что мало ли кто куда где зашел. А отздуки не принимали обеих этих утверждений. Они считали, что простонарод никуда пускать не надо, а уж если вы пускаете, так зачем же вы потом укунаете? И очень смеялись и девались на эту тему потому что они считали, что простонарод надо гнать в шею, а пускать мутырь только проверенных граждан. Это вот было важное тоже различие. Ну что ж, спасибо всем. Остальные вопросы пишите, с удовольствием отвечу. Всего хорошего. До встречи через неделю. Спасибо большое. До свидания.